всем огромный привет меня зовут борис и я рад приветствовать вас на своем канале спасибо что смотрите спасибо что со мной сегодня я подготовил для вас подборку из самых стойких и не побоюсь этого слова шлейфовых ароматов ну конечно же на мой взгляд канал то все-таки мой соответственно и мнение моё а вашими мнениями я призываю вас делиться в комментариях к этому ролику а также не забывайте пожалуйста ставить ваши царские лайки не забывайте подписываться на канал кто еще этого не сделал друзья по статистике неумолимый большая часть из вас мои дорогие кто смотрит этот ролик прямо сейчас не подписаны на мой канал нужно исправлять поэтому подписываемся жмем колокольчик чтобы не пропускать новые видео и не забываем друзья подписываться на мои телеграм-каналы их у меня целых два заходите в описании к ролику сами все увидите кому интересно заходите подписывайтесь буду рад за окном звенит январская стужа друзья а у меня тепло уютно и ароматно начинаем и начнем друзья наш парфюмерный разговор сегодня с аромата который называется риен да риен не простой а версия антанс ансанс черном флакончике вот таком от парфюмерного низшего дома французского этат либре д'оранж но в простонародье просто лду так вот говоря о этом аромате невозможно не проводить параллели между ним и оригинальной версии которая идет в прозрачном флакончике честно я проводил параллельно за тест и тот и другой аромат наносил на свои запястья и попеременно сравнивал разница ребят я лично не обнаружил но если она есть то она очень и очень неочевидно то есть там что-то такое вот на микрона отличается а посему призываю вас делиться вашими мнениями в комментариях потому что ну мне это очень интересно возможно мне одному так кажется возможно вы мне расскажите чем они отличаются потому что я реально не услышал этих отличий здесь для меня да это лада но какой-то такой темный прямо такими клубами валит откуда-то и он совершенно лишен вот этого церковного момента опять-таки на мой взгляд хотя я знаю что многие считают его там запахом проводит параллели с запахом сгоревшей церкви что-то такое для меня абсолютно здесь никакой церкви нет для меня это такой вот техногенный городской аромат городской ладан если хотите то есть аромат возможно каких-то выхлопных газов даже то есть это именно индустриальная история больше по-настоящему нишевая которые далеко не всем понравится то здесь надо быть очень аккуратными обязательно пробовать данный аромат ну либо обычную версию риен повторюсь потому что я лично между ними разницы не узрел вот и вы с ними очень аккуратными потому что при нанесении даже парочки пшиков вы можете уже переборщить возможно даже будет достаточно вот настолько он интенсивный возможно будет достаточно полупшика для первого раза так уж точно в транспорте если вы ездите в общественном тоже особо нужно быть аккуратными потому что метров десяти от вас точно все его услышат и кто-то будет искать с восхищением источник аромата а кто-то с отвращением но искать будут все это я вам гарантирую потому что аромат по-настоящему нишевый противоречивый не для всех далеко риен антанс ансанс ваше здоровье друзья за окном такая пурга сейчас ребята просто погода идеальная как мне кажется для риена да я забыл сказать что больше этот аромат конечно же для меня ассоциируется с зимой снежной зимой такой вот прям холодный как сейчас санкт-петербурге ну а следующая парфюмерная композиция о которой мы с вами поговорим это спирита фиорентина от тициана терренте я обожаю все что связано с бакарой руж в принципе я обожаю все версии бакары все ароматы в этом направлении но вот этот мой любимый и почему именно его я так полюбил здесь больше шафрана здесь больше вот этого самого йодистого момента больше медицины нежели в самой бакаре и даже в экстракте а именно с экстрактом мне кажется и более корректно сравнивать и вот в нем я нахожу для себя вот эту остроту который нету именно в бакаре классической нету в экстракте даже то есть здесь как такая вот больше мужская что ли версия бакары для меня возможно таким его делает акцент на кожу который здесь отчетливо слышно такая мягкая лайковая перчаточная кожа этого нюанса я не замечал в бакаре да скорее всего его и нету а вот здесь в полной мере это реализовано этот аромат как раз для тех кому недостает бакаре вот этого самого йода я это обожаю в ней петушки здесь где-то все-таки на втором вот эти сахарные фирменные петушки на втором на третьем месте а на первом вот это вот звенящая такая шафрана вас даже где-то такое металлическая полка и что-то в нем есть для меня повторюсь это совершенно особенная история люблю во всем сердцем и подхожу к нему гораздо чаще чем кто же бакаре в обоих версиях поэтому всем кто любит данное направление но кому в бакаре не хватает жесткости какой-то звонкости мощности даже вот сюда попробуйте обратить ваше внимание думаю что здесь все это вы найдете спирита фиорентина от тициана терренсо перед тем как начать разговор о следующем аромате друзья я поделюсь с вами информацией я надеюсь что полезный большую часть этих флакончиков я приобретал в моем любимом магазине парфюмерном онлайн-магазине rendezvous.ru который торгует только оригинальной и аутентичной продукции ссылки на все эти ароматы я размещу в разделе таймкодов то есть вместе с таймкодами будут ссылочки перейдя по которым вы сможете уточнить актуальную стоимость на интересующий вас аромат магазине rendezvous.ru и пожалуйста не забываем про мой эксклюзивный промокод 10 цент ловер который вам подарит дополнительную скидку 10 процентов скидки суммируются промокод многоразовый действует на покупки от двух с половиной тысяч рублей в данный момент в магазине продолжается кибер неделя и скидки на продукцию достигают 50 процентов ребят поэтому заходите смотрите не забывайте про мой промокод напомню скидки суммируются и следующий аромат это лауда на нера от тициана теренса ребят я даже не буду сейчас каждый раз говорить что аромат стойки шлейфовый но вы понимаете что и ролик собственно говоря с таким названием вышел и я подбирал именно по такому принципу сегодняшних участников данного обзора поэтому все все вот без исключения все ароматы они просто ну зубодробительной стойкостью обладают а зачастую это даже не мое субъективное мнение но потому что потому что они просто орут поэтому призываю вас еще раз со всеми этими ароматами нужно быть как можно более аккуратными наносить буквально по чуть-чуть если вы с ними только знакомитесь чтобы не было такого конфуза как у меня однажды случился с лауда на нера вот когда я с ним познакомился в первый раз формате отливантика я отпрянул мне он показался каким-то мускусным дерущим совершенно вот ноздри и как не старался я с ним договориться как не старался найти что то что мне в нем понравится убеждая себя что это то самое по-настоящему нишевое звучание ты ничего не понимаешь разнюхивать дальше не получилось у меня с ним не сложилось возможно да вот не было вот этого пресловутого альфакторного опыта а через какое-то время просто вспомнив о нем даже не попробовав еще раз я понял что хочу его в коллекцию тут же приобрел и до сих пор не знает моя любовь границ к нему аромат потрясающего такие метаморфоза происходит что же в нем я слышу это безумно 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 громкая красивая интенсивная композиция которая сразу же взрывает ваш мозг которая у меня лично вызывает ассоциации с каким-то средневековьем с какими-то погребами склепами возможно даже чем-то таким вот готическим то есть здесь есть вот этот вот налет какой-то не то что винтажности даже а какой-то вот старины то есть вы понимаете что этот аромат возможно даже не из этого времени но и вместе с тем он безумно актуален сейчас именно формате нишевой парфюмерии этот аромат до сих пор остается на лидирующих позициях он в трендах и для многих этот аромат номер один по нотам его очень сложно разбирать но я бы для себя выделил очень красивую алкогольную составляющие там по моему коньяк указан в нотах и очень сюда гармонично встроенные зеленые ноты которые придают этому аромату некую такую фужерность и дают еще больше гармонии всей композиции кто не знаком не повторяйте моих ошибок наносите буквально чуть-чуть и возможно с ним у вас сложится любовь сразу же они так как у меня через какое-то время луда номера тициана терренс следующая парфюмерная композиция это be 683 в экстракте от марка антуана бруа у меня есть отдельный выпуск посвященный целиком данному аромату настолько он затронул струны моего сердца кому интересно переходите по ссылочке и смотрите так что же мы с вами имеем в этом бутылечки здесь на мой взгляд одна из самых красивейших композиций которые сочетают себе ноты у до кожи и фруктов на старте это все прям сочится искрится за счет видимо фиалки которые есть в нотах она дает такую прям свежесть озоновость далее аромат успокаивается и начинает превалировать уже вот это удово-фруктовая составляющая он прям играет вот этим яблочком которые есть пирамиде и есть еще в нем вот это вот некая отстраненность минеральность как и во многих работах от марка антуана бруа что отличает его выгодную сторону от подобных композиций которых принципе немало на рынке но вот он звучит совершенно по-особенному be 683 в экстракте друзья ну и давайте уж если мы начали о марке антуане бруа разговор то продолжим его легендарным ганимедом по-настоящему легендарным ароматом с которым я уверен что многие из вас уже друзья мои знакомы а посему призываю вас делиться вашими мнениями в комментариях нравится не нравится с чем ассоциируется данный аромат у вас потому что здесь мы имеем ту самую историю когда ассоциации могут быть совершенно полярными для кого-то это что-то медицинское для кого-то это что-то отстраненное космическое для кого-то он пахнет больничными гнойными бинтами представить ребят кто-то даже такой комментарий такой ассоциацию оставил мне под моим роликом который посвящен у меня есть ролик который посвящен целиком этому аромату кому интересно ссылочка здесь и в описании к ролику заходите смотрите вот а кому-то и таких людей гораздо меньше он пахнет такой нежный замшей звенящий вкупе с какими-то фруктами и цветами вот один из таких людей это я вот как раз мне в нем чудится больше такая вот фруктово-ягодная составляющая цветочная вместе вот с этой вот нежнейший замшей и да что-то металлическое конечно же звенящие в нем есть вот такое озоновое фирменное звучание которое присуще многим ароматом от квентина биша но кто не знает друзья квентин биш это такая легендарная личность парфюмер который уже стал автором многих хитов и является придворным парфюмером марка антуана бруа и вот насколько полярные ассоциации связаны с этим ароматом у людей настолько же противоречивы и отзывы то есть кому-то он нравится безумно а кому-то кто-то его ненавидит то есть как вареный лук друзья да либо мы его любим либо мы его ненавидим сказать что кому-то комси-комса да вот аромат ну так себе нормально пойдет таких людей я не встречал кто не пробовал приобщайтесь к легенде обязательно пробуйте возможно даже он перевернет ваше представление о парфюмерии в целом настолько он интересен настолько он самобытен всем рекомендую марк антуан бруа ганимед следующий аромат называется гарем суар от итальянского низшего дома артем профуны за флакончик отдельное спасибо моему другу александру саня вот потрясающей красоты конечно жидкость очень такая насыщенная темная и на самом деле под стать этому цвету и сам аромат в пирамиде всего три ноты мы можем увидеть мира серая амбра и роза на самом деле он пахнет очень очень многогранно для меня лично я слышу здесь и ладан конечно же с какими-то церковными даже нюансами я слышу здесь смолы гипернасыщенные дымные смолы дым прям валит бальзам и безусловно аромат конечно же не для всех потому что не всем понравится такая мощность такая глубина столько дыма смол тут прямо все горит и полыхает очень красивая композиция которую по достоинству оценят любители парфюмерии нишевой которые отдают предпочтение вот таким вот глубоким дымным экстремально громким смолистым ароматом с какими-то моментами церковного ладана все это здесь есть полной мере рекомендую всем попробовать обязательно ребят гарем суар от арты парфюме следующий аромат это одна из моих новинок называется он сильванус от британского дома electimus но вы думаю знаете многие мои дорогие что бренд electimus занимает особое место в моем сердце довольно большое представительство данных ароматов в моей коллекции есть отдельный ролик который посвящен целиком и полностью дому electimus на моем канале вот на него ссылочка и также эту ссылку вы найдете в описании к ролику кому интересно посмотрите значит по звучанию мы здесь имеем мускус на шафрановую бело-цветочную бомбу в центре композиции у нас ландыш и очень отчетливо очень ярко он представлен чем-то он перекликается вот этой самой бело-цветочной составляющей с горчинкой с монтабака от арман джейн ну конечно там немножко совсем от него но что то есть но по стойкости ребят вот как раз по мощности это просто монстр то есть с утра нанесли на следующий день я думаю что днем еще вы будете отголоски его слышать совершенно точно это один из немногих белый цветочных ароматов которые держатся на мне реально больше суток и так извиняющий аромат стерильности вот так его еще можно назвать чего-то такого свежепостиранного чего-то даже морозного колково очень интересная композиция настоятельно рекомендую всем любителям белых цветов сильванус от electimus следующий аромат это настоящая бомба в моей коллекции ароматная бомба воздух марокканской пустыни от энди тауэра аромат который является на данный момент одним из моих парфюмерных я очень пудровый очень сухой такой хотя там нет напрямую ириса очень ладанный причем ладан этот с какими-то фужерными нюансами там дубовый мог в составе имеется вот немножечко есть отголоски и классики мужской что-то от даже вот у меня есть ягуар мужской аромат ягуар green классика прям такая шипровая вот оттуда из 80-х вот что-то в нем есть база явно шиприт ребята это очень красиво но помимо вот этой базы здесь еще куча куча всего и конечно же каркас композиции это фирменная фишка энди тауэра такой вот жоненький ладан очень приятный с такими дымными нюансами это есть в подавляющем большинстве всех его работ но которые я попробовал на данный момент и действительно по ассоциациям он у меня заикарился вот с этой самой пустыни пускай виной тому название и маркетинг но тем не менее мне нравится его ассоциировать именно вот с этим самым горячим воздухом и это тот самый случай когда вот спроси меня какой один из коллекции оставишь один вот вообще из всех я не задумываясь наверное потянуть к нему воздух марокканской пустыни энди тауэр следующий аромат невыразимо сложным названием для меня ребята но вроде как благодаря одному из я надеюсь моих подписчиков спасибо тебе друг я теперь знаю как это правильно произносить и так палома айраисис да вот так ребята а в переводе проще голубка и корни называется этот аромат посвящен он одноименной картине уже забыл какой художницы но выпуск об этом аромате полноценный который посвящен целиком полностью одному ему есть у меня на канале ссылочка на него вот здесь также будет в описании к ролику заходите смотрите ребят невероятно красивый аромат про смешение в основном двух нот конечно же это кофе и тубероза очень красиво очень ярко шлейфово значит по нюансам здесь присутствуют также зеленые ноты которые не дают ему окончательно уйти в гурманику да то есть он очень сбалансированный это как мне кажется его фишка по-настоящему нишевое звучание и он может переменить прежде всего к мужчинам сейчас мужики он может переменить ваше отношение к туберозе в целом потому что я знаю что многие боятся этой ноты у многих она ассоциируется с какими-то такими вот уже престарелыми женщинами бабушками здесь тубероза яркая но не хищная и таких ассоциаций у вас точно не будет при смешении с кофе и с зелеными нотами это вообще какой-то но фантастический замес получается я очень рекомендую всем познакомиться с этой композиции ребят как и в целом с домом ом элегант он мне безумно импонирует он очень интересен представлен он всего шестью ароматами которые есть у меня в коллекции я планирую сделать выпуск обзором полноценные на всю линеечку к сожалению есть информация не проверенная правда что данный дом уже перестал функционировать ссылочку на данный аромат я конечно же оставлю в разделе тайм-кода в описании к ролику заходите смотрите на актуальную стоимость на самом деле вся линейка вроде как вся еще есть наличие на сайте randewoo.ru и ребят ценник пока что прям ну очень приятный по моему что-то около 4-5 тысяч аромат стоит ну а если еще примените мой промокодик будет вообще классно обратите внимание за небольшую стоимость просто эксклюзивное где-то даже артхаусное звучание вы получаете и последний аромат на сегодня друзья от розенда матео пятерочка вот она очень он мне полюбился пришелся ко двору своей вот этой яркой ванилью это очень такой сладкий аромат где-то даже может быть гурманский ваниль потрясающе красиво здесь ваниль со специями заигрывающие и с цветочной там указаны тропические цветы с цветочной составляющей и у него фишка такая он зимой и летом звучит по-разному то есть разные нюансы выползают и если летом это больше какие-то отсылки к тропическим цветам кстати говоря летом очень насибельный для меня лично несмотря на то что аромат достаточно сладкий а вот зимой он больше играет именно специями и вот этой кожаной составляющей кожа напрямую кстати не указана в пирамиде но зато указана гвоздичка которая наверное и делает его по-настоящему таким причёсанным мужским ароматом для меня общем сладко статусно по-мужски хотя по-мужски вот я говорю по-мужски мне очень много девушек писали я уже не в первый раз его в подборку включаю что они прямо его обожают я даже знаю что некоторые из них считают его сексуальным афродизиаком представляете друзья вот так вот а мне кажется это истинно такой вот мужской породистый аромат но ребят любом случае пишите ваши комментарии будем общаться на эту тему тоже единственно что немножко расстраивает это то что данный аромат все сложнее найти на прилавках как оффлайн так и онлайн магазинов поэтому кто хочет попробовать не откладывайте кто знает что будет завтра пробуем и наслаждаемся розенда матео пятерочка друзья всем огромное спасибо что досмотрели данный ролик до конца я надеюсь что вам было интересно как и мне ставьте ваши царские лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал кто еще этого не сделал подписывайтесь на мои телеграм-каналы и не забывайте про мой промокод в магазине randewu.ru промокод на скидку 10 процентов которые суммируются с другими скидками и действует на покупки от двух с половиной тысяч рублей всем спасибо до новых встреч пока